Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вероятнее всего сюда его свозили целыми камазами Это отходы четвертого класса опасности Водитель экскаватора на вопрос инспекторов Кто дал указание свозить сюда мусор ответил местная администрация Сбрасывают мусор со своих камазов в целях экономии или как я не могу сказать При выявлении мы их привлекаем к ответственности Но в настоящее время ведется работа по установлению баланса держателя данной территории Чтобы уже привлечь к ответственности Штраф для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей Для юридических от 100 до 250 Но виновные этим могут и не отделаться В части размещения отходов, к примеру, Московский район, ООО Тани, вы все знаете Там был посчитан ущерб на сумму более 100 миллионов рублей И Следственным комитетом возбуждено уголовное дело Сейчас этот материал расследуется До майских праздников все свалки в республике должны быть ликвидированы И инспекторы будут выявлять их с суши, воды и с воздуха В прошлом году вертолеты помогли обнаружить сотни свалок За весну ликвидировали полторы тысячи Под контролем водоохранной зоны, парки, скверы и дворы с контейнерами В летом не всегда бывает, что полные контейнеры стоят, а так вроде нормально Я прихожу, уже там нет мусора И вокруг убирают Наводить порядок экологи призывают в секции торстанцев В качестве мотивации предусмотрено проведение конкурса На получение грантов среди некоммерческих организаций республики Осуществляющих свою деятельность в области экологической безопасности Помощь и гаджеты Сфотографируй свалку, отправь народный контроль Еще конкурс «Эко-весна» Растает снег, начнутся массовые субботники, акции и конкурсы Самая активная семья поедет в Крым Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань И сегодня же в Доме правительства обсудили безопасность при работе на высоте Рекомендации дал глава Минстроя с начала года 314 проверок от гостроенадзора и гострудинспекции С января ввели больше 850 тысяч квадратных метров жилья Это на треть больше, чем за такой же период прошлого года Сейчас по программе соцпотеки строят 205 домов Продолжается программа капремонта больницы-поликлиник Их школа в планах есть, но не так четко, как им бы хотелось Сегодня у родителей детей жилого комплекса «Соловьиная роща» была необычная утренняя прогулка Они вышли на сход Вопрос у всех один, когда в микрорайоне построят школу А вразовательное учреждение буквально под окнами дома обещал построить еще застройщик Первый дом сдали в 2014-м, однако школьный звонок до сих пор не прозвенел Альбина Менебаева попыталась узнать даты Мы уже так устали ездить на автобусе, что дети сами мучаются И говорят, почему у нас нет школы рядом В Соловьиной роще самый желанный звук – это звонок перемены Школы здесь ждут не первый год Сегодня вместо привычной утренней прогулки Родители и дети вышли на сход Я тоже хочу, чтобы рядом была школа Судя по ответу из Министерства образования Республики Татарстан Вход до 2025 года школа в нашем районе не предусмотрена На бумагах неопределенность Территория под школу есть, но она пустует с момента зателения первого дома За этим забором как раз и должна быть школа Но с 2014 года жители здесь видят лишь строительные будки В этом году сдадут новую многоэтажку Но новоселам, видимо, придется искать школу в другом месте Было сказано следующее, что в начале 2018 года будет построена школа вот на этом месте На данный момент, как мы видим, у нас сейчас уже, грубо говоря, апрель месяц Свидов никаких нет Ближайший к микрорайону школа 35-я на Гарифа-Ахунова Но многие ездят 150-ю на Дубравную Это 20 минут в пути и несколько переходов через дорогу В шаговой доступности 35-я школа переполнена и для наших детей мест нет Министерство образования сегодня воздержалось от комментариев А вот пресс-служба из полкома города обнадежила родителей Рядом с Соловиной рощей появятся две школы Каждая на 1224 ученика Одну из них, возможно, начнут возводить в этом году Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань Готовят, рубят дрова, топят баню, мастерят мебель Папы бывают разные, но тех, кто пришел на конкурс Объединяет бесконечная любовь к своей семье и детям Сегодня в Казани прошел первый республиканский слет приемных пап Они соревновались в умениях и навыках О том, что папы разные нужны, папы разные важны Альбина Аслогараева Шесть пап и шести районов республики сегодня презентовали себя и свои семьи Конкурс проходит в четыре этапа Кулинарный, визитная карточка, стенгазета и творческий номер Александр, Алексей, Ксюша и Даша Потом мы взяли Владика и Матвея За ним Рома, Анжела Всех сыновей и дочек по именам и по датам рождения Николай Мазилов отец 15 детей, большинство приемные Сегодня все пришли поддержать папу Барю топить, дрова рубить и делать стол Вот такой умелый папа у семьи Шакировых В семье семеро детей, четверо приемных Еще троих девочек удочерят на днях Быть отцом большой семьи не это ли большая ответственность Но и не это ли большое счастье, говорит Монзор Шакиров Ездили в Челны до малютки Вот они, вот эти малютки Это было три годика Вот этому Васе было полтора Вот сейчас уже ей 10, а Васе 8 Так что они для нас сейчас уже родные А Максимовы сегодня оделись как цыплята Потому что скоро Пасха и потому что дети такие милые и теплые Объясняет глава семьи Детей у них 9, четверо приемных, остальные кровные В курятнике одна курица не бывает и одного петуха не бывает Там обязательно цыплята, там полная семья у них Торты, жаркое и закуски Папы сегодня доказали, что еще и мамины функции могут выполнять И несмотря на то, что сегодня слет приемных пап Приехали сюда те, кто воспитывает своих детей не хуже, чем родные отцы Альбина Слагараева, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань Работа второй дом Папа, брат, сыновья На нефтеперекачивающей станции Кавали Работает целая династия нефтяников Как транснефть создает семейные традиции Далее в репортаже От его взгляда зависит работа нефтеперекачивающей станции Иван Тарасов, слесарь по ремонту технологических установок Транснефть пришел по стопам отца Отец у меня здесь работал И когда расспрашивал, чем папа занимается Узнал, что он работает на этом предприятии, транснефть Также стал нефтяником и брат Ивана Александр Тарасов Работает на ППС Кавали Инженер-энергетик начинал свой профессиональный путь С подачи и советов отца Место работы долго не выбирал Близко с домом, ближе к работе и удобнее Может быть поэтому В 79-м году в апреле пришел в аварийную бригаду Основатель династии, отец Сергей Тарасов В транснефти проработал 37 лет Как и сыновья, трудился рядом с родным братом Условия именно в коллективе и в компании, в обществе Видать, им понравилось Все, и они тоже по моим стопам Ну и слава богу, пусть работают Так в транснефть, прикамье, многолетние традиции и любовь к своей работе сохраняются И передаются из поколения в поколение Без пяти полвека сегодня в Казани Юные инспекторы отметили юбилей профессиональной деятельности Праздник у ребят прошел в режиме экзамена Они участвовали в викторинах, разгадывали загадки И побывали на лекции по истории создания движения ЮИД Динара Камалова о том, как в 45 они по-прежнему молоды Вопрос, где появился первый пешеходный переход? На эти и другие вопросы Элина отвечает не хуже водителя со стажем Школьница без запинки рассказывает о скоростном режиме на трассе, работе светофора и дорожной разметки Она юный инспектор ПДД Сегодня вместе с маленькой коллегой приехала в Казань из Воскогортского района, чтобы отметить свой профессиональный юбилей Круто сообщать людям, как соблюдать правила Водитель, превышая скоростной режим, он предупреждает опасность не только свою жизнь, но и жизнь какого-то пешехода, который в данный момент находится на дороге Без пяти – полвека. Сегодня отметить юбилей приехали почти 200 юных инспекторов со всей республики К работе с юидовцами полицейские подходят всегда творчески Вот и сегодня гостям показали мастер-класс управлению велосипедом За 45 лет существования татарстанский юбилей становился победителем всесоюзных соревнований 9 раз Первые места маленькие татарстанцы занимали и на европейских конкурсах И 8 раз мы одерживали победы и были призерами на европейском конкурсе по изучению и соблюдению правил дорожного движения Не может быть ничего важнее, чем сохранение жизни и здоровья наших граждан Специалисты говорят о правилах безопасности, в том числе и на дороге Нужно говорить с яслей, детям постарше постоянно напоминать, чтобы не забыли И даже в свой профессиональный праздник юидовцы не забывают о работе сразу после концерта Они отправятся в классы, чтобы больше узнать о правилах дорожного движения Завтра католический мир празднует главные события своего религиозного календаря Пасху А православные сегодня готовятся к вербному воскресенью Оно приходится также на 1 апреля Верующие готовятся заранее, покупают ивы, чтобы осветить их в церкви Затем украсит свои жилища Вербное воскресенье это воспоминание о входе Господнем в Иерусалим За неделю до Пасхи у нас у православных отмечается такой тоже великий праздник, как вербное воскресенье Раздаются вербочки, где есть, может быть, пальмы, где и в каком регионе проживают люди Это тоже символ увенчания за тот труд, за тот подвиг, который мы называем постным подвигом За этот труд церковь дарит нам вербочку Чтобы постарались, потрудились, помолились, попастились Вербу буду освящать обязательно Каждый год ходим, каждый год освящаем вербу Покупаем, меняем, освящаем каждый год Покупают и мужчины покупают, и молодые покупают Дома квартиру можно осветить Хорошо нас покупают Праздник завтра большой Гаджеты нашли своих счастливчиков Сегодня наградили победителей фотомарафона Айда на выборы Напомним, конкурс стартовал 18 марта Все проголосовавшие могли принять в нем участие Фото на фоне специального баннера нужно было выложить в соцсеть Всего в марафоне приняло участие больше 60 тысяч фотографий С победителями встретилась Алина Бережная Любит селфи, софотографирует природу и интересные места За такое увлечение Александр Пархать получил сегодня видеокамеру Я хотел GoPro, но у меня не было возможности его купить Я студент, я еще учусь Ну, с друзьями теперь у нас будет больше возможностей снимать нашу повседневную жизнь Это действительно здорово Незатейливая фотография на фоне фото баннера 1242 лайка всего за пару дней в соцсетях И вот в руках Алины Хазеевой умный аксессуар Чтобы набрать такое количество лайков Ну, друзья помогли, друзья, родственники, как бы не без их помощи И таких любителей фотографироваться в день выборов 60 тысяч татарстанцев в Казани 18 марта стартовал фотомарафон Прийти проголосовать, найти на участке яркий стенд Сделать фото на его фоне, разместить снимок в соцсетях С хэштегом «Айдана выборы» Пару манипуляций и избиратель – участник фотомарафона Мы живем в современном мире, да, и вы знаете, как у нас сейчас люди любят фотографировать Любят наш аксессуар, поэтому это было непросто Очень много времени мы тратили на то, чтобы промодерировать фотографии Потому что их большое вообще количество Без подарков никто не уйдет От наушников до телевизора ценные подарки получили 40 победителей фото марафона А кроме крутых гаджетов каждому вручили вот такие дипломы с своими номинациями Ночи не спал, всегда были активны в интернете, взаимные лайки, старался много набрать Но по фотографии видно, что я ожидал этой победы Закрывал глаза и приставлял телефон Подарки в руках, улыбки на лицах Теперь симки татарстанцев в соцсетях засияют новыми ракурсами Алина Бережная, Марат Сетгараев, ТНВ, Казань Политик, писатель, журналист Сегодня Сергей Шергунов презентовал казанскому читателю свою новую книгу Гость приехал в казанскую арт-резиденцию «Старо-татарская Слобода» Проект создан в прошлом году по инициативе Лисура Медшина и писателя Ильдара Абузярова Как встретил писателя казанский читатель, узнаем далее Сергей Шергунов, прошу любить и жаловать Полюбили его читатели за роман «Малыш наказан» Свет книгу увидел в 2003-м Уже потом из-под пера появились произведения об обществе, своей жизни и собственных взглядах на мир Сергей Шергунов, один из самых востребованных сегодня авторов И вот именитый писатель в Казани Я бывал раньше, достаточно давно в Казани, конечно, замечательным образом преобразился город Мне бы хотелось, чтобы проходило больше встреч, связанных с литературой И культурное просвещение началось Казанский читатель один из первых услышал презентацию нового сборника Шергунова «Свои» Книга – портрет нашего времени, где есть самые разные персонажи То есть это попытка зафиксировать нашу реальность Кажется, зачастую в литературе не хватает образа настоящего Я бы старался поймать и зафиксировать наше время Политика, журналистика, литература Сергей Шергунов – личность многогранная, оттого и вызывает интерес у казанцев Как автора я его немного знаю Но я знаю его как ведущего вместе с Лавьем, они вели передачу Это два таких интеллектуала, от которых было восхищение Интересные взгляды его на ситуацию в мире и вообще Он нас заинтересовал как личность, то есть его гражданская позиция нам очень близка И нам захотелось поближе с ним познакомиться И узнать лучше гостя удалось соотношение к войне на Украине, личная жизнь, поиск вдохновений И, конечно, новые проекты Такие вопросы адресовали казанцы Сергею Шергунову Нам бы хотелось, чтобы вы были больше как писатель И творчеству быть Накануне писатель встретился с Исур Медшином на повестке «Культурное сотрудничество» Одна из идей создать книжный фестиваль с участием именитых писателей России Радия Фархулина, Алина Бережная, Марат Сидгораев, ТНВ «Казань» Очереди с шести утра и сотни желающих попасть на культурные события года Сегодня в Казани стартовали продажи билетов на Нуриевский фестиваль В этом году он будет посвящен 80-летию великого танцовщика Рудольфа Нуриева Откроют форум премьера балета «Боэдерка» на музыку Людвига Минкуса Несмотря на ажиотаж, билеты еще есть Приобрести их можно в кассах оперного театра Сам фестиваль стартует 10 мая и продлится две недели Я давно караулила билеты, давно звонила То есть сначала обещали 30-го, я вчера приехала, сказали нет Только 31-го будут начало билетов Вот сегодня приехали, где-то мы, наверное, 15-11-го приехали Тут уже была очередь Вот стоим мы уже тут, наверное, больше часа Ждем, попадем, не попадем Сменили пиджаки на камуфляж Сегодня в столице стартовал Кубок Казанского Кремля по пейнтболу В бою сошлись представители аппарата президента, госсовета и министерства республики Всего в этом турнире заявлены 22 команды Как госслужащие взялись за оружие и краску, увидел Сергей Хайдаров Вчера они решали вопросы государственной важности Принимали законы, проводили большие совещания Сегодня стреляют друг в друга Кубок Казанского Кремля по пейнтболу Открыл бой между командами аппарата президента и госсовета Бились, бились, ну, игра есть игра Кто-то есть выиграющий, тот проигравший Поэтому будем играть дальше На самом деле тут как бы нет такого, чтобы друг друга обязательно выиграть Просто ради удовольствия, чтобы познакомиться с коллегами из других ведомств Вот, на самом деле очень интересно Но знакомиться и общаться во время самого боя просто некогда Отлегся на секунду шарик в голову Ну а эта зона среди спортсменов считается самой популярной Потому что именно здесь они производят перезарядку И надо сказать, что на бой одного магазина им не хватает И это при том, что он вмещает в себя 200 шариков Здесь находится баллон, заправленный сжатым воздухом На баллоне стоит специальный понижающий редуктор, который выдает воздух одинаковыми порциями Это маркер Так спортсмены называют оружие в пейнтболе Он отправляет шарик в цель с такой силой, что при попадании остаются синяки Для участников это почти боевые действия Адреналин на уровне Ну, естественно, чувствуешь себя в действительных боевых действиях Хотя понимаешь, что ранение не смертельно Но, тем не менее, страшновато, ей-богу Победитель этой игры команда аппарата президента Обладателя кубка назовут хуже завтра Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань Метели, усиление ветра прогнозируют сегодня и завтра метеорологи республики В Татарстане местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду МЧС республики просит пешеходов передвигаться по улицам с осторожностью Водителям быть предельно внимательными на дороге По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния Ну, а сейчас время обзора самого интересного в интернете за неделю Яркие события, неожиданные темы и уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике в сети Всем привет! Вот и пришли, пришли наконец-таки эти долгожданные выходные Сегодня уже можно расслабиться и отдохнуть Уже потихонечку-потихонечку начинает наступать весна Все тает и возможен сход снега с крыш Причем много снега Поэтому пользователи и паблики выкладывают различные видео о сходе снега Так что теперь, перед тем, как пройти возле здания Оглянитесь, подумайте И потом уже решите, идти или не идти Эй, гражданина, ты туда не ходи Ты сюда ходи А то снег в башка попадет Совсем мертвый будет Если у нас уже начало все таять, то в Казахстане нет Там вопросы решаются кардинально На реке Иртыш не стали дожидаться, когда растает лед А просто взорвали его Так весны хочется, а лед все не тает и не тает Так давай взорвем его Хм... Но, судя по всему, немного Совсем чуть-чуть переборщили Потому что помимо льда, еще стекла в соседних домах повыбивало Со стороны страшновато немного выглядит А вот какие эмоции испытывали жители Причем судя по тому, что они снимали, значит все знали, что будут взорвать Но, повторюсь, немного переборщили Да-да, и такое бывает А сейчас наша постоянная рубрика в сети с президентом Руслан Миниханов на этой неделе не выложил ни одной фотографии Кроме этой Думаю, здесь уже комментарии излишни Технологии идут вперед, развиваются А в частности, большие шаги делает робототехника И известный актер Уилл Смит испытал одного такого робота на себе Он побывал на свидании с роботом Софией Где его задача была добиться ее расположения Он флиртовал, шутил как мог Но она его все-таки зафрендзонила Просто нам с тобой так легко разговаривать У тебя чистая голова Буквально Я думаю, мы можем быть друзьями Давай пообщаемся и знаем друг друга поближе Теперь ты в моем списке друзей Да, неловко получилось Такие сложные у нас девушки Даже робот-девушка В сеть попало видео, где водитель грузовика Находясь на обрыве, пытается развернуться Вы только посмотрите, как он это делает По моим предварительным данным За рулем находился именно этот человек Только он мог такое сделать А сейчас топ-тем, которыми больше всего Интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе На первом месте пожар в Кемерово Это и неудивительно Никто не мог остаться здесь равнодушным Вторую строчку занимает губернатор Кемеровской области Аман Тулеев К которому у пользователей Очень уж много вопросов Также в топе хоккей Кстати, вчера Акбарс одержал победу И напоследок для хорошего настроения Вот такое вот вам видео Которое пользователи назвали так Когда ты из авиастроительного На этом сегодня все Жду ваших новостей, видеороликов, мемасиков И они обязательно будут в сети Пока Далее прогноз погоды Я напоминаю, что все репортажи этого выпуска Можно увидеть на сайте нашей телекомпании А также на канале YouTube До встречи в 21.30 Здравствуйте! Время новостей о погоде Спонсор выпуска и заготовитель Корпусной мебели на заказ Данил Мастер Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам Данил Мастер исполнит ваше желание Успейте заказать в апреле со скидкой 20% Данил Мастер, Казань, Восстание, 23 Телефон 2-167-166 Ну что ж, а теперь о погоде 1 апреля в республике Существенных изменений в погоде не ожидаются По-прежнему пройдет снег По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке республики Ожидаются осадки в виде снега И до 2 градусов мороза На северо-востоке Татарстана Облачно, снег и минус 1 градус На севере республики Похожая картина Ожидается снег и около 0 градусов На северо-западе Пасмурно, снежно и тоже около 0 градусов На юго-западе Татарстана Тоже не обойдется без осадков Там температура воздуха составит плюс 1 градус В центральном районе республики Пройдет снег Температура воздуха составит около 0 градусов В последующие сутки температуры Наконец-то станут плюсовыми А осадков станет меньше В Казани ожидается снег И до 2 градусов тепла Ветер южный, умеренный Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 90% Магнитное поле земли спокойное На этом наш выпуск завершен В студии была Маргарита Павлушина Всего вам доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok